Меня очень расстраивает, что мы, как нация, настолько нетерпимы. Я не думаю, что люди, которые совершают всё это, представляют нас. И всё же именно такими мы сейчас предоставим перед миром. И это очень расстраивает. Я думаю, что протесты в основном сосредоточены на насилии. Это не мирные протесты, поэтому я бы даже не назвала это протестами. Я бы назвала это, возможно, разрушением и вандализмом. Эти люди хотят иметь повод для конфликта с другим народом. Я считаю, что насилие отвратительно. Ничто не может оправдать насилие в отношении невинных людей. Я думаю, что многие люди разозлились и использовали ужасное трагическое событие в своих целях. Я действительно думаю, что участники беспорядка, вероятно, являются марионетками людей, которые хотят посеять смуту. Они, наверное, недовольны какими-то аспектами своей жизни. Но я думаю, что им продают ложь, и они верят лжи в интернете. Нет, я не думаю, что это глубоко укоренилось в британском обществе. Я думаю, что Европу захлёстывает угрожающая и чрезвычайно тревожная волна. Подъём ультраправых происходит во Франции. Мой муж француз, это происходит в Италии, в меньшей степени в Испании. Это движение нетерпимости и подавления. Я по происхождению иммигрантка. Большинство людей, которых я знаю, а также мой муж, иммигранты. Все мои друзья иммигранты. Лондонцы осудили массовые протесты, которые вспыхнули в городах по всей Великобритании после того, как на прошлой неделе три девочки были убиты в результате нападения с нашом в Саутпорте на северо-сападе Англии. Антииммигрантские и антимусульманские группировки использовали это как повод для массовых выступлений. В сети распространилась дезинформация о том, что подозреваемый в нападении был иммигрантом и радикальным исламистом. Позже полиция заявила, что подозреваемый родился в Великобритании и не рассматривает произошедшее как теракт. Протесты распространились по городам, по всей стране. Они прошли в Ливерпуле, Бристоле и Манчестере. Это привело к десяткам арестов. Магазины и предприятия подверглись вандализму и разграблению, а несколько полицейских получили ранения. 4 августа протестующие столкнулись с полицией возле отеля Holiday Inn в Тамборте. В котором находились лица, ищущие убежище. В митингующие бросали предметов полицейских, а также жгли фейерверки. Премьер Великобритании созывает чрезвычайный правительственный комитет из-за массовых столкновений правых иммигрантов. Министры и представители правоохранительных органов обсудят ответные меры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!